всем привет меня зовут стася и в этом видео мы будем делать с вами колечки с ромашками ставь лайк если любишь бисер и подписывайся на канал чтобы не пропустить новинки а мы начинаем чтобы сделать колечко с ромашками я беру бисер номер 10 белый и желтый также вам понадобится леска сечением 0 22 миллиметра длиной 40 сантиметров леску берем с запасом также в этом мастер-классе можно использовать эластичную нить резинку сечением 0 4 миллиметра если вы не знаете размер колечка то этот вариант максимально подходит она тянется и еще вам понадобится ножницы чтобы отрезать леску и зажигалка чтобы запаять узелок лески если вам не разрешают использовать зажигалку то вы можете взять клей или лак для ногтей чтобы закрепить узелок лески возьмите пожалуйста леску для наглядности я буду плести на черной леске вы плетете на прозрачной леске либо на нитке резинки плетение первой ромашки на леску наберите пожалуйста 6 белых их отправляем в середину лески они остаются там далее на любой из концов лески набираем одну желтую вот она и концом 2 лески проходим по направлению от центра краю через желтую бусинку так чтобы оба конца лески оказались с одной стороны следите за тем чтобы концы лески были одной длины далее аккуратно затягиваем эту бусинку плетению вот такая петелька у нас с вами получилось далее делим лески на правую и на левую части наша задача чтобы желтая бисеринка оказалась в центре нашего цветочка для этого берем леску справа и пропускаем ее конец следующие бусины от центра где она желтая бусинка отсчитываем по правой стороне две белые бусины 1 2 немножко помогу себе буду придерживать пальцами леска достаточно скользкая но я знаю что у вас тоже получится как у меня берем леску и пропускаем по направлению от центра к желтой бусине через две белые бусинки леску вот так леска должна быть снизу вот край лески а петелька должна быть сверху аккуратно вытягиваем леску так оставляем пока так придерживаем все пальцами берем леску слева и делаем то же самое отсчитываем от желтой две белые и через них пропускаем леску только через белые пропускаем леску через желтую бисеринку пропускать леску не нужно вот так снова выводим конец лески под нашу петельку то есть петля должна быть сверху вот она а леска снизу и аккуратно вытягиваем леску далее мы просто аккуратно затягиваем оба конца лески смотрите что получается нам нужно под затянуть немножко обе лески посмотрите что получилось я надеюсь что у вас получилось так же как у меня напишите пожалуйста в комментариях все ли было понятно я постаралась объяснить продолжаем плести на любой из концов лески набираем две белые вот эти беленькие и берем второй конец лески проходим насквозь через две белые в технике параллельное плетение вот так и аккуратно затягиваем концы лески подтягиваем две бусинки к нашему плетению и вот посмотрите что получилось первая ромашка далее мы плетем вторую ромашку снова набираем две белые берем второй конец лески и пропускаем его насквозь крест-накрест через две белые снова техника параллельного плетения аккуратно затягиваем концы лески ромашку и развернула вниз чтобы было видно и подтягиваем так сделали заготовочку теперь делим лески на правую и на левую часть на правую набираем две белые и одну желтую вот эти бусинки плетем так отодвигаем желтую остается две белые вот так берем конец этой железки и пропускаем его насквозь через две белые по направлению от плетения к желтой бусине две бусинки подвигаем и аккуратно затягиваем леску если вы все сделали правильно у вас должен получиться вот такой треугольник оставляем эту сторону в покое берем леску слева и набираем на нее две белые так теперь нам нужно сделать так чтобы желтая бусинка снова оказалась в центре для этого берем леску слева с правой стороны разворачиваем бусинку желтую наверх берем левую леску и пропускаем ее следующие бусинки через желтую по направлению от края к центру вот так чтобы был кружок это первое далее концом этой железки проходим по направлению от плетения к краю через две белые по кругу и аккуратно вытягиваем леску затягиваем смотрим внимательно мы почти сплели ромашку далее на любой из концов лески набираем две белые вот они и и снова повторяем технику параллельного плетения берем вторую часть лески пропускаем насквозь через две белые вот так аккуратно затягиваем концы лески смотрите внимательно у нас с вами получилась вторая ромашка третья и последующие ромашки будут исполняться так же как мы делали вторую ромашку поэтому вы просто набираете сначала две белые делаете переход потом две белые 1 желтая переплетаете потом снова две белые желтую закрепляем и завершаем плетение набираем две белые таким образом вам нужно сделать столько ромашек сколько нужно по размеру вашего колечка вот так выглядит моя заготовочка я сделала нужное количество ромашек под свой размер сейчас покажу прикладываю вот так и здесь осталось только соединить концы нашего плетения смотрим внимательно резки выходят слева и справа но на самом деле не важно с какой стороны вы возьмете все будет одинаковое берем леску с любой стороны я по традиции беру справа мне так больше нравится беру вторую часть нашего колечка и считаю вот наши 8 бусинок 6 из них уже заняты а вот эти две с краю не заняты поэтому в них справа налево нужно пропустить конец лески все очень просто и далее мы просто вытягиваем леску получается вот такая вот история почти завершили плетения и начинаем завязывать узелки делаем три узелочка если вам непонятно как завязывать узелки я внизу прикрепила плейлист с лайфхаками где все показано как делать если у вас по какой-то причине развязывается узелок напишите пожалуйста мне комментарий я сниму отдельное обзорное видео как завязать более крепкий узелок для колечка вот наш узелок теперь обрезаем лишнюю леску ножницами и при необходимости закрепляем узелок с помощью лака или клея а я буду закреплять с помощью огня беру зажигалку и аккуратно подпаливаю усы подношу огонек прибивая пальчиком но настало время примерить колечко вот такое клевое получилось еще мне захотелось сделать розовое с белым колечко и в результате у меня получились вот такие вот классные колечки с ромашками ставь лайк если понравилось как это сделать подписывайся на канал жми на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а с вами была стася желаю вам творческих успехов и вдохновения пока